Развивайте своё дело вместе с любимым каналом. Палестинское движение «Хамас» поздравило афганцев с приходом к власти талибов и окончанием американской оккупации. Об этом сообщает «Ислам Ньюз». В «Хамас» отметили, что пример Афганистана вдохновляет другие народы, в том числе палестинцев, в их освободительной борьбе против оккупации. Вдохновлённый «Хамас» не очень-то по душе Израилю. Как пишут ивриты язычные издания, израильтяне боятся развития отношений между талибаном и палестинским движением. Сионистское правительство всерьёз считает, что все тренировочные базы и военные объекты, которые до некоторых пор принадлежали правительственной армии Афганистана, теперь могут быть открыты и для бойцов «Хамас». Кроме того, Израиль опасается, что талибы снабдят Палестину оружием и боеприпасами, чтобы помочь сопротивлению. Но больше всего израильтян напугало то, что американская сторона продемонстрировала готовность быстро отказываться от своих военных обязательств. Отставной генерал-майор Амос Едлин сделал вывод, что любая региональная страна, которая считала себя союзницей американцев, будь то Саудовская Аравия или Египет, теперь не может не понимать, что она рискует остаться наедине с проблемами, если случится какой-нибудь военный кризис. В частности, в случае укрепления оборонных отношений с Россией и Китаем. В свою очередь, пресс-секретарь группировки «Талибан» Сухейль Шахин в интервью телеканалу Кан-11, который, как оказалось, пикер талибов дал, не зная, что он израильский, подчеркнул, что «Талибан» не связан с палестинским движением «Хамас». Шахин при этом заявил, что «Талибан» будет защищать немусульманские меньшинства в Афганистане, в том числе и Зебулона Семантова, единственного еврея, проживающего на территории страны. А что вы думаете по этому поводу? Напишите в комментариях.